Лен, Лен, ты плачешь? Да. Это тебе. Почему? Я посмотрела российскую мелодраму. Настолько плохая? Нет, она наоборот очень хорошая. Тогда давай узнаем, как их делают. Я стучусь в твою дверь. Зачем? Потому что мы присутствуем на съемочной площадке адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ого, и как она будет называться? «Постучись в мою дверь» в Москве. Как зовут российскую Эду? Мы посмотрели, есть две версии, Саша и Маша. Родилась версия, что Маша – это для российской аудитории. А есть Саша – это для Netflix. Он мальчик, возможно. Саша. Но, честно говоря, я до сих пор ее называю Машей, потому что в рабочем варианте она была Машей. Потом ее решили сделать Саша. А почему как-то получилось? А потому что интереснее имя, понимаете? Маша, она говорит, Маша и Мария. Ну, как-то проще. А Сашу можно назвать Александра. Да. Можно назвать Шура. Да, да, да. Понимаете, возникает у разных ее друзей, возникает разное имя, как отношение к героиню. Как-то решила посмотреть пару серий в оригинале на турецком языке, то есть без русского. И совершенно по-другому. То есть русский перевод «эды» ее намного сильнее смягчает. Поэтому всем кажется, что она такая… Сложно ли сниматься в адаптации или так же, как в обычных проектах? Наверное, самая такая большая сложность – это то, что уже сформировалась какая-то любовь к главным героям. А, кстати, Сиркан и Эда в итоге в жизни тоже начали встречаться. Ты понимаешь наш вопрос? Нет, у нас с Никитой чисто рабочие. Расскажи, как играют со своими подругами сериально? Прекрасно. У нас классный ансамбль, девчонки. Мы даже в жизни ходим на дни рождения. То есть мы подружились и в кадре, и в жизни. Это здорово. Это крайне редко бывает, на самом деле. Паш, а когда тебе Эда напишет в WhatsApp, ты поверишь? Нет. А вот одна москвичка поверила. Ей написал якобы Сиркан Балат и попросил 2 миллиона. И что же она отдала? Получается, сериал постучался в дверь к москвичам задолго до адаптации. Чем будет российская Эда шокировать? Русская девушка должна вести как русская девушка. То есть то, что для турецкой девушки это нонсенс, для русской девушки вообще пара плевков. Как снимается с ним? Я помню, первый съемочный день. Нас заковали в наручники, и мы весь день ходили в наручниках. То есть даже было такое, что мы просто идем между кадрами, между сценами. Я повернула налево, он напомню, мы такие, блин, все. Ну то есть это забавно. Наручники были настоящие? Да, у меня даже вся рука была в синяках, она замазала. В вашем сериале будут постельные сутки? Я тоже загоню в одежде. Самая яркая, выразительная часть человеческого тела на экране – это глаза. Она вас через экран телефона трахает так, как в фильме с поставленным светом. Вы не получите впечатления. А когда она просто сидит, вот такой кадр, она сидит в одежде, она просто ей подбрасывает реплики, и она отвечает. Вы не представляете себе, какое ощущение, блин? Она про чистую любовь. Расскажите, по кого снимать адаптацию? Легко. В чем будет отличие? Во всем. Ну смотрите, какая штука. Что такое адаптация? Адаптация – есть определенные пункты, которые не меняются. Есть история, есть отношения главных героев, есть сверхзадачи для них, есть сверхзадачи истории. Есть условия, что от ненности к любви они идут не пять актов, как в «Украшении строптивы Шекспира», они идут 120 серий, как в турецком сериале. Вот эти вот как бы нюансы делают, в чем, собственно говоря, фишка турецкого сериала. Турки сделали ход конем, они выбрали всех актеров более европейской внешности, и в результате сериал выстрелил не только в Турции, но и во всем мире. Это что касается оригинала. В нашем случае задача очень сложная, потому что рейтинг у оригинала очень высокий. Чем мы больше отличаемся от туров, тем больше у нас шансов конкурировать. Мы их поменяли больше к русскому менталитету. Катя, расскажи о своем персонаже. Что именно? Кто это? Как ее зовут? Я зовут Рита. Да, она подружка главной героини. У нас такая тусовка из трех девчонок, которые давно вместе дружат, такая команда. Мне кажется, что Рита из них самая ироничная, с характером, довольно жесткая, смелая. Рита, такая на Чиле иногда существует. И мне кажется, что есть такие люди, которые всегда готовы за своих друзей впрягаться в каждую необходимую ситуацию. Это Рита. Да, этим отличается. Я играю Свету, она юрист, по совместительству лучшая подружка нашей главной героини Саши. Ну вот, у меня там такой замысловатый сюжет, что я там и юрист, но очень хочу быть дизайнером. Чем, как вам кажется, ваш персонаж отличается от персонажа в турецкой версии? Я про это вообще много думала, и мне кажется, что здесь есть такой ответ. Мы будем отличаться просто потому, что мы как минимум два абсолютно разных человека. Я по-другому на что-то реагирую. То есть пусть у нас как бы одинаковые линии с этим персонажем. Я, как Саша, например, так никогда бы не сказала. И начинаем продумывать, кто как может ответить, кто что может что-то поменять. То есть мы можем там созвониться накануне с девочками, все это обсудить и прийти к режиссеру и сказать, ну все придумали, а все будет по-другому. И очень здорово, что наш режиссер все это принимает и разрешает нам делать так, как нам было бы ближе самим. Екатерина, расскажите, пожалуйста, о своей роли. Я играю маму главного героя в турецком сериале. Ее зовут Айдан, в нашем варианте ее зовут Жанна. Жанна Ивановна. Но все-таки для России, наверное, это чуть иначе все выглядит, потому что менталитет наш все-таки другой. Мы по русской школе стараемся сделать героиню не такой однозначной, как комичной, допустим, всегда. В нашем варианте мы придумали, что она несколько играет на публику. Вы знаете, она заперта в четырех стенах, и после трагедии, которая случилась, она до дрожи, до любит своего сына, и она готова ради него все. Я всегда хочу, чтобы моя героиня чему-то научилась в процессе. В этом проекте какая концепция? Ну, здесь достаточно сложная задача перед нами стояла, потому что, с одной стороны, это адаптация, а с другой стороны, мы должны снять все-таки другое кино. Мы не подражаем полностью турецкому сериалу, поэтому мы хотели показать именно Москву. Там показана Курция, а у нас должна быть показана Москва. Но Москва в ее ярком, приподнятом состоянии лета, радости, любви, красоты. Мы решили протянуть цветовое направление, это синий и цвет Тиффани. Если вы посмотрите потом сериал, вы увидите, что эти два цвета, они практически вот такой лентой, назовем это красной лентой, проходят сквозь все интерьеры. Они выражают, с одной стороны, цвет неба, с другой стороны, цвет моря. И они дают некое такое летнее морское настроение тем интерьерам, которые даже не совсем подходят под это. Паша, зачем люди вообще смотрят адаптации? Ну, знаешь, адаптации нам близки. Это наши обычаи, наши традиции, березки, в конце концов. Тогда сериал «Постучись в мою дверь в Москве» точно будет популярным. Смотрите сериал «Постучись в мою дверь в Москве» и «Бэкстейдж». Рена? Ну, мы уже пропустили все. Ну, вот, потому что... Я говорила, надо снимать сразу, что. Говорила. Смотрите кино. Какого? Да любое. Гейбокстейдж. Гейбокстейдж.